Спартакиада физкультурно-спортивных клубов по месту жительства Славянского района под девизом «Живым и павшим посвящается» набирает обороты. Борьба в каждом состязании становится все более напряженной. На этот раз участники Спартакиады состязались в мини-футболе. Соревнования прошли на стадионе детско-юношеской спортивной школы по футболу «Виктория» и были очень эмоциональными и зрелищными. За победу боролись 10 команд-участниц. У каждой была задача победить. Мы представляем прибрежное сельское поселение. Команда называется «Урожай». Настроение боевое. Команды достойные. Первую игру выиграли 1-0. Дальше посмотрим, как сложится на футбольном поле игра. Привлекаем население, которое уже взрослое, есть молодежь совместно, поселение, чтобы это интересно. Это, во-первых, как базарт. Люди не сидят дома, занимаются спортом. Побеждаем мы на притяжении в Общей Спартакеаде уже пяти лет подряд. Первое место по всем видам футбола, в том числе в том году второе место. Сегодня посмотрим. Не менее боевой настрой был и у команды Забойского сельского поселения. Им тоже удалось выиграть первый матч, что придало уверенности в своих силах. Первую игру мы выиграли 2-0 у Анастасийского сельского поселения. Сейчас надеемся тоже выиграть. Настрой всегда боевой. Главное, без травм, получить удовольствие. Несмотря на рвение к победе и боевой настрой команде «Сатурна» и «Урожая», в этом виде спорта не удалось занять первого места. В их копилке достижений только третье и четвертое места. Лучше же по итогам состязаний стала команда славянского городского поселения. Победитель Спартакеады определится в конце года по итогам всех соревнований. Лидером будет признана команда, занявшая наибольшее количество призовых мест. Анна Монастыренко, Дмитрий Волошин, программа «События».